Здравствуйте! У нас сегодня третье число, 3 июля. Счастливые часов не наблюдаю, да. Сегодня я решила опять сделать разговорное видео, потому что вчера у нас случилась совершенно непредвиденная, ну как бы такая история, не то что непредвиденная, а даже я бы, наверное, никогда бы в жизни и не подумала, что такое может случиться. Немножечко скажу, ну как предысторию, что ли, ну немножечко так. Вот буквально где-то вот, может недели две я делала видео, и сказала, что у Лёши на Пужоль, там где он работает, постоянные проблемы с коллегами, с коллегами из-за зависти. Ну, в общем, это зависть. Самая настоящая зависть, она больше никак не называется. Значит, очень долгое время Лёшу травили за то, что, ну, мы не женимся с Лёшей. Ну, у нас были объективные причины, почему мы не женились. Вы прекрасно знаете, потому что я была замужем за испанцем. И, ну, в общем, после двух неудачных браков мне не особо хотелось снова, ну, в общем, ну, не хотелось мне снова вот этим заниматься. Опять брак, опять эти какие-то бумажки, обязательства какие-то. И вот женщины, которые вот, ну, как бы на меня смотрят со стороны, они когда смотрят, думают, ничего себе, тётка там 50 лет, типа, последний шанс у неё, блин, последний шанс, а она тут такая наглая, рассуждает о том, что, типа, ну, хочет она замуж или не хочет. Ну, я к этому и рассуждаю так, потому что мне 50 лет, и как бы я ничего такого восхитительного в замужестве до этого периода, ну, как бы не считала. И вообще я скажу, что, когда я в России развелась с первым мужем и прожив где-то 5 лет, я вообще думала, что никогда больше в жизни не соглашусь ни на какого замужества. Ну, так жизнь повернулась, вот, третий раз я замужем. И не жалею об этом. И вот, конечно же, за нашей спиной постоянно, ну, так как городишко маленький, постоянно шёл шлейф сплетен, он ещё шёл из Бедрероса, потому что там был недовольный мой бывший муж Хуан Мануэль, который, ну, непорядочный человек, и он, естественно, чтобы оправдаться, как бы, перед, ну, перед людьми, естественно, всю вину он на меня свалил, и с этими стереотипами, что все русские там, даже, знаете, он даже всё навыдумывал, что я у него что-то укра... А что он даже, знаете, что вот выдумывал, вот вообще невероятно, он болтал, ходил, что я хотела, типа, у них, это, украсть их дом. Ну, интересно, как бы это интересно, я у них украла их дом, дом этот, ну, по завещанию пошёл на всех пятерых детей. То есть, как это я бы могла на дом родителей вообще как-то претендовать? Ну, знаете, людям, когда нечего сказать, они всякую хуйню выдумывают, всякую фигню, всякую фигню. И вот, Лёша очень часто приходил очень расстроенным, и, ну, я как-то ему всё время говорила, что ты должен, ну, как бы, отвечать на это. Ты не слушай, говори их, ты просто, значит, отвечай грубо им на то, что они, они же, говорю, специально это делают, чтобы тебя, ну, вывести из себя. Вот. И вот недавно у нас вот эти события, которые были повлёкшие за собой, что и с Лёшиной стороны мы потеряли, Лёша потерял своих друзей, и с моей стороны я тоже подругу потеряла. Всё это, всё это от зависти. Люди, ну, больше это никак не назовёшь. Я никогда никого не оскорбляла, никогда ничего плохого не сделала. Лёша у меня тоже такой же, совершенно безобидный. Он абсолютно ко всем, ну, он, знаете, иногда даже как щенка напоминает. Он такой какой-то наивный. Ему так хочется всем нравиться. Ему хочется с всеми хорошо общаться. Ну, в принципе, как-то... Вот, знаете, мы их друг друга нашли. Когда, когда вот, ну, испанцы всё время его спрашивают, как вот ты вот такой, типа, ну, какой-то нескладной, какой-то, ну, не очень симпатичный, смог завоевать такую женщину. Вот, конечно, некоторым тут женщинам не понравится, что я так о себе говорю. Ну, Лёша мне это постоянно говорит. И я, ну, всегда отвечаю, что мы просто друг к другу подошли. Вот, ну, знаете, вот я вот скажу девушкам, молодым. Если вы познакомились с мужчиной, и вам с ним некомфортно, не надо с ним пытаться жить, продолжать, ничего не выйдет. Самое главное в отношениях между мужчиной и женщиной, это когда вам вдвоём комфортно. То есть друг друга вы когда дополняете, да, вам вдвоём комфортно. И это не значит, что Лёша какой-то идеальный, и это не значит, что какая-то идеальная я. Нет, просто мы как бы в связи с нашими характерами друг друга принимаем. То есть я принимаю Лёшу, да, мы иногда ругаемся, да, Лёша на меня кричит, да, я на Лёшу кричу. Но это не значит, что это получилось так, как после свадьбы, потому что мы и до свадьбы, люди, мы уже 7 лет вместе живём. 7 лет, представляете? Это вообще невероятно. Как подумаю, что мы 7 лет живём. Я ещё ни с кем так долго не жила. Ни с кем. То есть с первым мужем, что-то мы там 5 лет прожили, но как мы их там жили, то я постоянно уходила. Всё время собирала чемоданы, полгода жила без него. А потом он меня возвращал, потом туда-сюда. В общем, там и не назовёшь, что мы даже вместе жили. Ну, там ужасно. Может, от силы сказать, что мы более-менее вместе жили 3 года. А так это были постоянно скандалы, постоянно я от него уходила. Вот. И второй муж, вообще 2 года мы с ним прожили, и что-то 7 месяцев, что ли. И вот представьте, я вот с Лёшей живу 7 лет. Это означает о том, что мы очень хорошо друг к другу подходим. И то, что мы зарегистрировали брак, ну, зарегистрировали, потому что Лёша стал настаивать. Я тут недавно двух знакомых встретила, которые очень неприятную мне гадость сказали, притом в одинаковой форме обе знакомые, что тебя, что это ты, говорит, выревела брак, что ли, у Лёши. Меня вообще-то покоробило. Я никого ничего не выревала. Мне вообще, знаете, как-то... Я даже иногда и не помню, что замуж. Ну, не знаю, как-то вот... У меня такое впечатление было, что у меня ничего не поменялось. Я как себя вела, так себя и веду. Ну, Лёша немножечко успокоился, да. У Лёши это видно, он немножечко успокоился, он начал на меня немножечко погромче явкать. Ну, я думаю, что он тоже скоро успокоится и это... У него эйфория, вы знаете, у него эйфория. Он потому что над ним напужули, смеялись всё время. Ему всё время всякие гадости говорили, что я там поживу, пока мне надо будет, потом найду получше мужика и туда слиняю. Поэтому я с ним не регистрирую отношения. Всё. Поймите, люди, что... Вот я русским женщинам говорю. В Испании всё наоборот. Всё наоборот. Здесь мужчины бегают за женщинами, понимаете? Здесь женщина выбирает. Здесь в любом возрасте женщина котируется, а тем более русская. Ну, вот это вот так. Понятно, что в России у меня бы вообще не было бы ни малейшего шанса даже бы любовника завести. Но здесь это другая совершенно жизнь здесь, она абсолютно другая. И вот то, что вот эти вот живущие здесь украинцы там, ну, из бывших наших этих соцстран, из бывших там постсоветского, они нас ненавидят. Я вам честно скажу, женщин, которые здесь живут в Испании, они нас ненавидят, и они к нам даже боятся подходить, потому что они знают, что... Ну, бесполезно, что я... Я не буду с ними даже разговаривать, у меня никакого интереса к ним нет, потому что я знаю, что это хам, что это человек, который будет меня не уважать. И, ну, да, я с этим столкнулась. Ещё, кстати, я, знаете, я когда приехала, вот только приехала, первый месяц, они все ломанулись ко мне, вот все вот одинокие здесь эти. Я не преувеличиваю, вот так оно и было, вот первые два месяца, боже, это Васькины волосы, мама. Вот, я не преувеличиваю. Я ещё тогда подумала, что такое, ко мне такой интерес прямо какой-то, и не бывало со стороны, ну, вот этих украинцев одиноких. И, а то один, значит, куда-то стал приглашать, то другой приглашать. Ну, естественно, как человек такой, ну, какой-то я расчётливый, ну, не расчётливый, а человек прагматичный я, я не бестолковая какая-то. Я прекрасно знала, что у всех у них дома они остались, семьи, дети, что они приехали сюда зарабатывать. Зачем мне это надо? Мне не надо, естественно. Были такие ситуации, когда, ну, я чуть даже, можно сказать, по морде чуть не получила один раз, ну, за отказ то, что я сказала, что нет. Я не собираюсь. Притом, я сразу же начала так себя вести. Где-то два месяца пожила, вокруг себя посмотрела, увидела, какое внимание ко мне со стороны испанцев, которые выглядят очень, очень хорошо на фоне наших мужчин. И они в сто раз лучше выглядят, и в сто раз лучше относятся к женщинам. Естественно, все женщины, которые сюда приезжают и более-менее оглядываются кругом, естественно, они все, ну, какой-то маленький, может, процент женщин, которые заводят отношения там с армянами или там с украинцами, у которых у всех дома, значит, семьи. Ну, я не знаю, почему они это делают, эти женщины, я не знаю. Ну, видимо, им, может, так проще, и мне охота учить испанский язык, и мне охота, как бы, ну, приспосабливаться к мужчине, потому что это же тоже тяжело очень, к иностранцу приспосабливаться. Ну, и вот. Я уже, конечно, вообще уже далеко очень ушла. Но я к тому, что, как бы, и поэтому мужчины, вот, которые здесь живут, здесь работают, а те украинцы, которые на меня там наехали насчет флага, они, они говорили на испанском языке, они говорили хорошо с официантами, я слышала, значит, они, значит, живут здесь в Львуре-де-Май. И я думаю, что, скорее, негатив их не тоже был направлен в то, что они поняли, что я не туристка. Скорее всего, да. Что они, когда увидели, что я зашла, и такая наглая, и с камерой, и ничего не стесняюсь, ну, в общем, по поведению они поняли, наверное, что перед ними не туристка. Ну, в общем, о чем же речь? Переходим, наконец, к главному. Так, Леша постоянно на работе водителей завидует, без конца завидует. То есть завидует, что у него новый автобус, завидует, что у него хорошее отношение с начальником, завидует, что ему дают лучшие экскурсии, завидует, что он, ну, хорошо зарабатывает, завидует, что у него собственная квартира. И последнее, теперь они стали завидовать, что у него есть красивая жена. Ну, извините, это они так говорят, не я. Так вот, так вот, в прошлом году, в прошлом году, кстати, я вам хочу показать кофточку свою, посмотрите, вот я наделась, вот такая у меня корня, кофточка. Вот, в прошлом году, знаете, что у меня случилось, ну, были у меня проблемы со здоровьем. Меня госпитализировали, у меня была опасная, ну, в общем, у меня очень сильный дисбаланс, гормональный был, опасное заболевание, но меня вылечили. Вот я, например, мне упустили гормональные таблетки, мне, значит, терапия у меня была. Меня очень хорошо лечили, бесплатно вообще шикарно лечили такие, такая аппаратура, меня все с ног до головы проверили. И вот, вот буквально месяц назад я была у своего врача, и он мне сказал, что я абсолютно здорова. Я вот не просто так вам говорю, чтобы для моего возраста мне поставили, что я абсолютно здорова. Вот, и я сама вам тоже скажу, что раньше я, в общем, до центра еле доползала, у меня это одышка была, у меня в глазах темнело. То есть, а сейчас я как этот, добегаю за 20 минут, раньше 40 минут, а сейчас за 20 минут я добегаю с такой скоростью, у меня никакой одышки, я могу, Алия, если ты меня будешь слушать, я, помнишь, я с тобой не могла на четвертый этаж, вот на свой, на третий этаж собраться, у меня тоже все время одышка начинала, сейчас я спокойно туда-сюда бегаю по лесенке. И, в общем, я считаю, что у меня сейчас такое здоровье, что у меня даже его, вот, как бы сказать, два года назад не было. И еще вот я вам скажу, пожалуйста, женщины в моем возрасте, сходите, проверьте свой гормональный фон, потому что у нас начинаются вот в этом возрасте, в 50 лет, такие сильные гормональные перестройки, что это может очень страшно закончиться, вплоть до очень смертельных заболеваний, поэтому надо обязательно себя проверять. И если вам гинеколог выпишет гормональные таблетки, ни в коем случае не отказывайтесь, принимайте. Сейчас новое поколение таблеток, вот посмотрите, они какая не жирная, и я не разжирела, ничего со мной не стало. И даже вот если посмотрите у меня эти видео, которые там 2-3 года назад у меня были сняты, я там, по-моему, еще жирнее, чем сейчас. Ну, в общем, вот, как бы опять в сторону ушла, ну, ладно. Вот что случилось именно вчера. Что случилось вчера. У меня вчера пришел Леша, весь на нервах, и стал кричать руками, махать. Говорит, Таня, это, говорит, вообще невозможно, что за люди, сволочи. Я, говорит, не могу же работать на этом пужоле, как они меня достали. В общем, зависти людской вообще нет предела. Я говорю, что случилось, что опять случилось? Он, говорит, ты представляешь, я, говорит, пришел на пужол. Я пришел на пужол, смотрю, говорит, сидит за столом гей. За столом сидит. И, значит, друг обычно гей говорит, со мной не разговаривает, не здоровается, делает вид, что он меня не знает. А тут вдруг он там стал со мной заговаривать. Ну, я вот вам скажу, что у меня Леша, он, ну, очень такой, ну, человек, не злопамятный, нет. И он, если с ним разговаривает, то он будет разговаривать. Я, говорит, видимо, я вот это упустила момент. То ли он сел рядом с ним, стала разговаривать, то ли что. Ну, в общем, он стал разговаривать с геем. И гей нагло в лицо ему сказал, как ты можешь жить с женщиной, у которой, значит, плохое здоровье, женщина, которая чуть ли не инвалидка, которая, ну, типа, намек негодно в постели. Ну, вот, ну, вы, наверное, понимаете, кто его натравил про это, вот, про эту несчастную постель. Потому что одни какие-то, получается, проблемы, и все. Я вам честно скажу, что, слава богу, в постели у нас все нормально, и все как было, ничего не поменялось. Да вообще у нас ничего в жизни не поменялось. У нас, я, наоборот, себя стала лучше чувствовать. Женщины, пожалуйста, принимайте гормональные таблетки, потому что, как бы, я вам честно скажу, что, как бы, вторая молодость у меня началась. У меня Алеша очень доволен, например. Он, никаких у него нет ко мне ни претензий, ничего, он очень доволен. Вот. И, значит, этот гей говорит, как ты можешь с ней спать, она, типа, калека, она же потеряла здоровье, а она же теперь негодная, как женщина в кровати. И, ну, значит, это, и Леша, ну, то ли он нервный был, то ли это уж его так сильно задело. Ну, в общем, он ничего не стал объяснять это гей, он просто ему врезал. Он врезал ему по морде, так врезал, что гей слетел со стула и полетел на пол. Значит, ну, тут свербор начался, там, Лешу оттащили, прибежал начальник, стали разборки, и начальник сказал, если ты еще раз так сделаешь, мы вызовем полицию, у тебя будут проблемы. Ну, в общем, туда-сюда все стали кидаться на Лешу. А Леша сказал, что для меня в жизни есть две святые вещи. Первая – это моя мать, и вторая – это моя жена. И я никому никогда не позволю оскорблять память моей матери, или оскорблять мою жену. И он такой повернулся и сказал, что если кто еще хочет что-то сказать плохо про мою жену, то тоже получится в морду. Ну, и все расступились. И знаете, вот я вот как бы всю ночь на эту тему думала, и я вначале, ну, как бы им говорю, Леша, да ты что, а вдруг бы полицию вызвали, и какие-то проблемы. Это же, говорю, Европа здесь на людей, нельзя руки поднимать. И тебя могли бы вообще в участок увезти. И вообще как-то это, ну, не знаю. Но, слава Богу, ничего его в участок не увезли, как-то это, ну, все замялось. Ну, может, он его просто как-то, ну, не так сильно стукнул. Может, Леша немножко может преувеличивать. Может, он его просто спихнул со стула. Ну, не знаю. В общем, дело в том, что Леша ответил. Вот, знаете, я вот вначале ночью думала, что, наверное, это плохо, что он это сделал. Потом начала думать, что нет, хорошо, что Леша вот, ну, наконец-то как бы стал показывать, вот, ну, свою силу, что ли, мужскую, что я говорю, Леша, покажи им один раз. Достаточно будет одного раза показать, и ты увидишь, все от тебя отстанут. Я вот, знаете, вот сейчас думаю, что, скорее всего, Леша будет рассказывать, что сейчас испанцы его будут бояться. Ну, будут бояться. Вообще, как бы, испанцы, они очень боятся русских мужчин, потому что здесь все прекрасно знают, все прекрасно знают испанцы. И это многие мне говорят, что русские мужчины не разговаривают. Они ничего не выясняют отношения и сразу дают в морду. Ну, вот, так что я, как бы, сегодня, ну, когда это мне Леша рассказал, конечно, я стала очень гордиться за него, потому что я раньше на него ворчала, что он, ну, как бы, позволяет себя оскорблять, не отвечает. Вы знаете, вот первый год, когда мы с ним жили, когда он привозил меня туда на пужоль, а почему он меня приводил, он хвастаться, хвастаться ему надо было мной, и прямо, знаете, я видела, как они в глаза над ним смеялись, издевались, а он вот какой-то вот, ну, такой, ну, не злобивый, что ли, он так это почему-то все мимо ушей пропускал и стоял, и я вот с ним, ну, все время разговариваю, Леша, так нельзя, ты должен отвечать, ты одному ответь, и остальные все заткнутся. И вот мне вот кажется, что сейчас вот после вот этого поступка, ну, естественно, вы все понимаете, кто инициатором был, вот то, что гид такое сказал. Естественно, это, наверное, Нина, она, может, смотрит мои трансляции, может, ей там не понравилось, что я когда-то про нее что-то сказала, но я всегда же очень корректно о ней говорила, и как бы ничего, я ее не оскорбляю, ничего, я очень довольна, что они вместе живут, и говорят, что гей, ну, очень привязан к ней, и без конца ей звонит, и это без нее долго не может быть. Ну, в общем, я считаю, что женщина должна быть, ну, я не знаю, счастлива, довольна, что она не одна у нас мужчин, но она еще, смотрите, она еще продолжает, продолжает все равно свое черное дело. Вот это, ну, просто у меня вот это возмущение, что мы ее не трогаем, но постоянно с той стороны идет шлейфка сплетен, гадостей. Леша уже много раз говорил, что она там какие-то гадости сочиняет, долетают до нас эти сплетни, гадости, в общем, всякие. И вот, и, видимо, ну, я думаю, видимо, то, что она узнала, что мы поженились, это ее, видимо, вообще, наверное, как подкосило, или, может, это она совсем, и, видимо, она стала, может, Гею что-то наговаривать, там, да наговорила, что он, не знаю, почему-то пошел разбираться с Лешей. Я вот совершенно не понимаю тоже Гея, на что, собственно, он надеялся, что он бы подошел, сказал Леше, как ты можешь с этой коллегой жить, и Леша бы сказал, ой, не могу, все, вот я тебя, Гей, послушал, и это, и не буду больше с ней что-ли жить. И это, главное, после того, что человек на мне женился, какая вообще разница, вот это вот. Я вообще сейчас хочу как-то Лешу уговорить, его сводить вот к этому доктору, потому что Леша невероятно много курит. У него профессиональное заболевание, вот, расширение, вот, варикозное. Это, ест он как-то вот, ну, кока-колу эту пьет, и худой он, смотрите, какой он худой, это вообще, на него страшно смотреть, он вроде много ест, мы ходили, его кишечник проверяли, ничего там страшного нету, все везде сказали, все нормально, единственное, что вот у него вот надо делать операцию на ногу, убирать вену, там вена у него такая вылезла, и чем страшны эти вены, которые вот вылазят, в них может образоваться тромб, и он может в любой момент оторваться, и больше всего на свете, знаете, я боюсь, что с ним что-то случится. Я вот все эти семь лет очень сильно боюсь, потому что Леша для меня вот гораздо дороже, чем какое-то вот это барахло, квартира и все, потому что я за столько лет, наконец-то, нашла человека, ну, как это вот объяснить, ну, моего человека, на моей волне, ну, с которым, не знаю, сколько вот, ну, конечно, мы тоже иногда ругаемся, и, конечно, он тоже иногда на меня злится, я на него злюсь, но никогда у нас вообще не было такой мысли, что надо вот разбежаться и куда-то по разные стороны, вот. И вот то, что вот люди болтают, это вот все вот от зависти. И вот, и когда мне пишут, что, типа, ты там выдумываешь, что тебе завидовать, ну, я не знаю, что мне завидовать. А получается, получается, завидуют же. Ну, я, например, никому ничего не завидую. Я могла бы тоже вот начать завидовать, что всех кругом взяли на работу, а меня не взяли. Ну, я не завидую. Ну, они взяли и не взяли. Ну, и ладно. Подумаешь. Я сама себе работу нашла. Вы же видите, я себе сама нашла работу. Вот. И как же вот закончить это? Ну, конечно, я очень, это, горда за Лешу, что он за меня постоял. И я думаю, что сейчас все равно по-другому будут уже к нему относиться его коллеги, и они уже будут знать, что Леша лучше, лучше таких вещей не говорить. И Леша уже, скорее всего, будет сам к себе по-другому относиться и не даст больше как бы на себе ездить и оскорблять себя. И вот такое вот у меня видео получилось, такое спонтанное. Опять спонтанное было видео. Но это вот мои мысли. Я всю ночь думала, можно это рассказывать, нельзя рассказывать. Ну, в общем, я решила все-таки с вами поделиться, потому что, потому что это вообще такая новость, конечно, невероятная. Он когда пришел, у него глаза были по пять копеек, он говорит, представь, что случилось, что случилось. Я говорю, такого никогда не ожидала. От Гея, я тоже, знаете, не знаю, как уж она его наторовила, что уж она ему такого наболтала там, что человек пошел зачем-то такое делать. Ну, какие вот у вас мнения, можете написать свои мнения, свои как-то впечатления, можете плохие, хорошие писать, мне все равно. Единственное, что я вам скажу, что я буду блокировать тех, кто оскорбляет моих зрительниц. Если вы будете писать моим зрительницам всякие гадости, я буду вас блокировать. Пожалуйста, можете меня обсирать. Обсирайте сколько вам угодно, что, Павел, пишите. У меня уже как броня есть. А зрительниц моих, пожалуйста, не трогайте. Ну, ладно, до свидания. Большое спасибо, что вы меня смотрите. Я думаю, что это видео, может, вам понравилось тоже и будет чем-то полезным. До свидания.